здравствуйте дорогие зрители коллеги я сегодня хочу вам рассказать по моему опыту как сужить рукава до манжета вот я вам сейчас покажу схему и объясню вот у нас наша рукава вот рукава верхняя средняя линия нижняя средняя линия и манжет чтобы служить рукава до манжета мы обязательно будем дело иметь на средней нижней средней линии у нас размеры рукава вот соответственно на проем рукава и по манжету иметь разницу размерами и соответственно имеет разница по количеству петель например здесь у нас количество петель например всего 76 петель а вот здесь по нашему расчету тоже остаться 60 петель это для манжета вот из дня что мы 76 отнимаем 60 остается 16 петель вот это 16 петель мы должны по этой нижней средней линии сократить чтобы при сокращении вот эта линия получилось плавлено чтобы вот так ровно и плавлено мы должны сократить 16 петель таким образом чтобы все получилось у нас нормально вот я сейчас я вам хочу показать вот эту вот этот способ как определить где как сократить убивать вот эти петли для этого нам надо будет обязательно измерить наш образец вот который мы на примере вот этой кофточки я вам сейчас покажу как вы здесь я уже рукава отделила уже рукава начала вязать и я должна вы здесь по нижней средней линии я должна теперь сократить петли чтобы служить рукава для этого я обязательно будем определить плотность плотность вязание вязание по высоте по высоте по высоте это как вот я схематично я вам сейчас показываю петли наши вот ряды идут вот первый ряд 2 3 4 5 ряды вот поэтому ряды у нас лицевые петли вот поставьте себе лицевые петли по этим лицевым петлям мы вот так сантиметровку когда ставим вот у нас сантиметровка один сантиметр показывает вот эти петли вот например первые первая вторая третье и три с половиной вот так смотря да идет три с половиной ряд рядов значит три с половиной ряд 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 высоты у нас дает нам один сантиметр теперь мы плотность определили плотность по высоте у нас три с половиной рядов теперь у нас рукава рукава длина должна быть например 24 сантиметров вот вот это рукава вот это размер должна быть 24 сантиметров например вот по моему кофточку вот так идет я сейчас на примере покажу и провязание еще раз я вам все объясню и покажу 24 сантиметра длина у нас длина рукава 24 сантиметра по этой длине мы должны сократить по нижней средней линии петли у нас манжет еще манжет идет 4 сантиметра мы 24 сантиметра уберем 4 сантиметров манжета останется 20 сантиметров чистой длины рукав теперь сокращение петли мы должны сделать вот этих на расстояние 20 сантиметров теперь 20 сантиметров первую очередь мы определяем сколько рядов для этого 20 сантиметров мы умножаем вот это плотности по высоте вот это плотности которые мы определили раньше три с половиной рядов у нас один сантиметр получился теперь 20 сантиметров сколько у нас получается рядов умножаем умножаем получается 70 рядов в течение 70 рядов мы должны сократить здесь вот который мы говорили вот здесь 16 петель на 70 рядов мы должны сократить 16 петель это 16 петель у нас будет с двух сторон вот так идет вот самая нижняя средняя линия когда мы рукава найдем и у нас сокращение идет с двух сторон и знаю соответственно 16 петель у нас получится по 8 штук петель с двух сторон вот это 70 рядов мы делим на 8 петель это у нас равняется это у нас равняется 875 давайте закруглим это будет 8 рядов у нас получился у нас получилось получилось вот это число значит сходя этих арифметических вычислениях у нас получается 8 рядов значит каждый восьмой ряд мы должны сократить по 2 петли значит вот здесь вы провязали раз два три четыре пять шесть семь рядов и восьмой рядов у нас мы сокращаем 1 петель 1 петель с одной стороны 1 петель с двух сторон значит 2 петли мы сократили теперь опять мы вяжем 7 рядов раз два три четыре пять шесть семь опять мы по одному сокращаем по 2 петли Вот так у нас каждый восьмой ряд идет сокращение по 2 петли. И в конечном счете у нас в течение 70 рядов получается сокращение минус 16 петель. И здесь останется для манжета 60 петель, а раньше у нас было 76 петель. Вот здесь у нас останется 60 петель, когда мы сокращаем 16 петель. И мы потом начнем здесь связать резинками свой манжет. Теперь я вам покажу, как мы сокращаем. Вот я вам сейчас объяснила. По нижней средней линии мы сокращаем по 2 петли. Это у нас идет симметрично и получится плавленно. Вот я сейчас вам на примере кофточки я вам покажу. Вот это у нас кофточкой. Я сейчас должна уже сократить. Вот это у нас, я уже определила, средняя линия. Вот это нижняя средняя линия. Вот здесь подрез и идет средняя линия. Теперь мы доходим, уже восьмой ряд вяжем. И как будто мы уже заходим на нижнюю среднюю линию. Вот это у нас. Вот мы доходим на нижнюю среднюю линию. Мы обязательно одну петлю оставляем как кромочную. И вот две петли мы вот так сокращаем. Одну петлю вот так. Как будто перекидываем. Вот сокращали, сократили одну петлю. Теперь вот это у нас как будто кромочная линия сама по себе идет. С этой стороны тоже самое. С этой стороны вот эта передняя сторона нижней средней линии. Это тоже мы одно кромочную петлю вяжем. Значит, другие, следующие петли мы вяжем. От петли на правую сторону. Вот так. Видите? Мы уже сократили. И здесь тоже одну петлю. Вот так мы продолжим наше вязание. Знаешь, это у нас сокращение пошло на, как мы здесь разговаривали, на восьмом ряду. Следующее сокращение у нас идет, значит, мы 7 рядов опять вяжем. И опять на восьмом ряду мы по одному с обеих сторон сокращение по одной петле сделаем. Это я еще раз вам покажу. Еще когда я буду связать 7 рядов кофточкой рукава. И потом еще раз я вам покажу. Вот, дорогие зрители. Вот мы, как мы говорили, каждый в восьмом ряду мы будем сократить по 2 петли с обеих сторон. Вот у нас средняя нижняя линия рукава. И вот я уже связала 7 рядов и в восьмом ряду я вот должна теперь опять сократить 2 петли с обеих сторон. Я вам еще раз буду показать повторно, как я сокращаю. Вот. Как протяжка, да? Вот я одну петлю сократила. Это у нас идет средняя кромочная петля. Теперь с обеих сторон, с другой стороны теперь опять сокращаю. Значит, кромочная у нас петля. И вот мы вот так его на правую руку, на правую сторону сократим. А эти петли мы на левую сторону сокращали. А на вот две петли вот так в левую сторону. А с этой стороны, значит, две петли вот так. Правую сторону мы сокращаем. Тогда у нас получится красиво. И вот так. Мы сокращаем. Так, сделаем. Опять. И следующую петлю у нас сокращаем вот так. Идет опять. Идет у нас вязание. Дорогие зрители, обратите внимание. Вот этот ряд у нас считается восьмой ряд. Восьмой ряд. Вот так провязали. Досюдово у нас считается, когда вот уже приближается к нижнему среднему линию досюдово, да, считается вот восьмой ряд. Потом у нас начинается первый ряд. Так. Досюдово. Опять начинается второй ряд. И у нас, когда досюдово пришли, когда седьмой ряд, да, и уже начинается, когда восьмой ряд, вы сокращаете. На этом вы обязательно обратите внимание, чтобы неправильно в рядах у вас сокращение не получилось, чтобы. Теперь в ряды как не путаться, да. Вот бывает, вы когда считали и чем-то вы отвлеклись, и вы путали, на каком ряду вы сейчас вяжете. Ничего страшного. У нас есть такие приборчики, которые каждый ряд вы провяжете, вы нажимаете кнопку, и у вас он показывает, в каком ряду вы уже вяжете. Ну, у вас нету такого прибора, да, ничего страшного. Можете вот так одну листочку взять и отметить, например, в каком ряду вот первый, второй, третий, вот так вы будете писать каждый раз, четвертый ряду, пятый, шестой, седьмой, восьмом ряду вы сократили. И опять идете первый, второй, третий, вот так в каждом ряду вы напишите. Чем-то отвлеклись, или вы сейчас оставили свое занятое, через какое-то время опять взяли на руки, вы уже посмотрите, в каком ряду вы остановились. И с этим вы будете продолжить. Еще другой вид способа, да, можете спокойно вот здесь посчитать, в каком ряду вы остановились. Это спокойно. Вот на примере. Вот вот так видите, сейчас у меня вязание очень тоненькое, спицы вам показать трудно будет, наверное. Вот мы одно здесь сократили. Вот одно сократили и у нас идет вот сокращенный ряд. А потом мы посчитаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На следующем вы вот мы сократили. Вот так можете просто здесь посмотреть петли, ряды, посчитать сколько рядов вы провязали и на смотре этого вы можете тоже определить на каком ряду вы находитесь. Но обязательно вы должны иметь точные подсчеты, чтобы у вас рукава вот так сокращение рукава и сужить рукава у вас получилось плавлено и красиво. Когда уже вот готовые изделия у вас сокращение, если вот сейчас вам видно будет вот на рукавах, да, вот я вам сейчас могу показать. Вот идет сокращение убавки петель, вот опять сокращение, вот идет опять сокращение с обеих сторон, вот видите, с обеих сторон, опять идет сокращение, вот идет сокращение. Вот расстояние между сокращениями у нас идет определенный точный равномерный размер. Вот, когда вы так по моим способам сокращаете, у вас тоже получится вот так равномерное сужение рукава. Так равномерное сужение рукава. Так равномерно идет. Спасибо за внимание. Ждите для удовольствия. До свидания. До новых встреч.